Драматургия и история, уважаемые телезрители, вновь в эфире. Ну и как всегда, у нас в студии, собственно говоря, сам драматург истории, человек, которого вы хорошо знаете, а некоторые его очень любят. Это режиссер, режиссер и собственной жизни, и жизни многих других деятелей культуры, науки, искусства. Конечно же, режиссер фильмов и театральный режиссер, историк, который изучил, наверное, все основные процессы бытия мира. Ну, хочется в это верить, конечно, не все, но он к этому стремится, потому что он еще очень юн, молод, красив и здоров. Ну и, собственно говоря, Евгений Понасенков на студии. Здравствуйте еще раз, Евгений. Здравствуйте. Вот сегодня это было по-человечески представлено. Понимаешь, вот это после этого можно... Тебе очень понравилось, наверное. После этого можно говорить на серьезные темы. Ну, то есть, вот все-таки попал, да, сегодня? Конечно. Ну, и человек слаб. Слаб человек. Ну, и вот этот галстук, конечно, очередной горошек твоей жизни. Ну, это метафора. Это метафора. Да, это метафора. Ну, да. Главное, с горошеком не перебарщивать. Здесь, опять, пуантилизм. Пуантилизм, пуантилизм, понимаешь, вот как то, что очень любили художники 19 века. Ну, хорошо. Давай, от горошка перейдем к серьезной теме. А тема сегодня серьезная. Возьмем, в случае, попытаемся в ней как-то разобраться. Надеюсь, что наш драматург сегодня всячески будет на высоте и поможет в этом разобраться. Возьмем, в случае, выскажет какое-то свое видение. Тема, надо сказать, неоднозначная. Национализм в России. Что это такое? Национализм вчера, сегодня, завтра. Вот что это такое? Национализм в России. Ну, и, наверное, начнем здесь, Жень, да, с того, что, ну, одна из самых, наверное, основных сегодня проблем в государстве. Это вопросы, связанные не только с проявлением национализма, а самим, как бы, явлением, которые дают почву для национализма. Поэтому, вот, давай начнем с этого. Что же такое национализм? Ну, ты очень правильно, правильно сформулировал подход к теме, потому что мы делаем часто ошибку. Мы, это в целом и общество, средства массовой информации, даже ученые, пытаемся разбирать и лечить следствие, а не причину. Абсолютно бессмысленно лечить следствие. То есть, это просто, с точки зрения формальной логики, абсурд. И, как мы все знаем, национализм, как в своем крайнем проявлении, а любое явление нужно изучать именно в крайнем проявлении, чтобы его понять, да, он, конечно, такое явление, это опасное. И мы уже знаем этому примеры. Но, ведь что такое национализм? Это всегда реакция. Это всегда реакция на какое-то гипернарушение экосистемы. То есть, любая страна, любая нация, это некая экосистема. Этническая, культурная, метафизическая, антологическая, какое угодно. Гигиеническая. Все, вот, просто все. Визуально, эстетическое. И когда существует маленькое вкрапление, ну, кто-то приезжает в маленькой группу, несколько человек, или, там, туристы, или по работе кто-то, вот, так сказать, специалист уникальный, удивительный артист. Это прекрасно. Это рассвечивает, украшает жизнь. Это узор на платье. Это, так сказать, рисунок галстука, да, это прекрасно. То есть, допустим, это из Венеции, это из Парижа, это из Лондона, да, вот, если брать одежду. И это все только может украшать. Если происходит какое-то неадекватное ситуации с, скажем так, вот, ну, похоже больше на оккупацию, да, явление, то уже начинают происходить неконтролируемые процессы, которые могут привести, ну, они как бы пытаются вылечить эту болезнь, да, болезнь оккупации. Но лечение, это лекарство может быть гораздо, не гораздо опаснее, а тоже очень опасно, так же не менее опасно, как и болезнь. Понимаешь? Причем может случиться так, что болезнь не излечим, а лекарство еще и покалечит. Вот здесь такой нюанс. Я напомню, что, ведь мало кто об этом говорит, вот, собственно, есть даже такая статья, как победить национализм в России. В интернете там, наверное, подробно изложена концепция, но, тем не менее, сейчас расскажу. Национализм в России, это явление всегда, оно было маргинальным, вот, просто всегда. И черносотинцы были маргинальны, никто их не поддержал. И в СССР этого вообще, так сказать, как явления просто не существовало. Потом в 90-е годы, вот смотри, вроде бы, в 90-е годы разрушена империя, поражение в холодной войне. Серьезнейшее поражение, нищета, безработица и так далее, и так далее. Вот сейчас, вроде бы, вот сейчас, вроде бы, нужно повторить нацизм, фашизм гитлеровский, да, когда произошла, как бы, вся драматургия, вся драматургия, похожая на драматургию 20-х годов в Германии, когда страна была унижена, раздавлена, когда была безработица, и пришел как в Италии, так и в Германии, в 30-е в Германии, но в 20-е в Италии пришли те люди, которые диким методом в Италии все это собрать, восстановить и как-то дать людям работу и надежду. Не произошло этого, и национализм свою роль даже голову не поднял в 90-е годы. Русские не стали националистами, когда... Ну, это, естественно, просто после военной истории... После какой истории? Ну, истории Второй мировой войны. Первой мировой войны. Нет, ты имеешь в виду, какие годы... Я имею в виду, что нацизм пришел в 30-е, 20-е фашизм в Италии, да. Я понимаю, это не произошло в 90-е. А у нас в 90-е этого не произошло. То есть похожая ситуация... Понятно, потому что Россия прошла войну. Нет, 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 нет. Это совершенно не играет никакой роли. Россия не прошла Нюрнберга. Нюрнберг прошел... Нет, Нюрнберг прошел... Нюрнберг прошла Германия, а у нас, так сказать, наши ошибки не были признаны, потому что мы вполне могли по-настоящему вляпаться в это все дело. И азиатские наши республики, дивные советские бывшие, которым русские дали всю цивилизацию, так сказать, медицину, науку, институты, создали им специально так называемую местную, местных литераторов, местных, так сказать, толпов поэзии, литературы, которые всех за них все писали, как ты знаешь, нищие евреи, филологи, так сказать, под псевдонимом. Этого я не знаю. Ну, ты не знаешь, вот я тебе рассказываю, что просто ты знал. Ты знаком с такими евреями. Я знаком с такими евреями, филологами, которые записали практически всю азиатскую, советскую литературу. Вот, это не секрет, в общем-то, я не знаю, или ты притворяешься, но мы же у нас, по-моему, с тобой откровенные отношения. Да, особенно сейчас. Особенно сейчас. Да, ну, в общем-то, мы же друзья. Так вот, смотри, все это создали, хорошо, те получили независимость, они очень хотели. Получили. Там остались заводы, там остались дороги, там осталась медицина, остались книжки и, так сказать, их национальная еврейская литература. Все осталось. И начался, прости меня, что фактически геноцид русских, которые там жили. Это что, неправда? Что не резали, что не собирали, что нельзя было в 90-е годы ходить нормально русским, что сотнями не уезжали, вынуждены оставлять квартиры, со всем имуществом бежать сюда в Россию. Это было. Сейчас это забывают. Мои коллеги-либералы это забывают, а это было. Русские не стали националистами. Русские не стали националистами, когда резали головы русским мальчикам в Чечне и выставляли, так сказать, на бордюр. Не стали русские националистами. Русские не стали националистами ни после Второй мировой войны, когда боролись с Германией, но тут же трофейные фильмы, Марик Орёк, любимица всего советского народа, и, кстати, и моей бабушке, и моего дедушке, и моя любимца, я о ней документальный фильм снял, Марик Орёк, все трофейные фильмы немецкие, кстати, их можно смотреть, там нет портретов Гитлера. В наших советских есть портреты Сталина, нацистки все-таки, они были умнее, они, так сказать, не везде добавляли субстракт вождян. То есть это может культуру продолжать, так сказать, смотреть и сейчас, этот элемент культуры. Русские не стали националистами ни после 1812 года, хотя да, мы знаем, что Россия в лице хозяина России Александра I виновата в этой войне, но все равно русские крестьяне были обмануты, и вроде бы должны были встать, нет. То есть мы всегда обожали французских и итальянских певцов. Ну куда Кремлевский дворец без Мирея Матье, без чехословакского Карла Готта, без итальянцев в России, да, ну, билет на Джанни Маранди в свое время, это можно, так сказать, после этого с девушкой иметь какой-то близкий контакт, и за один билет на Джанни Маранди, да, в счастье. То есть не было этого, и все, что на нас, и вот твои эти рубашечки, мои пиджачочки, эти плазмы, камеры, сотовый iPad, iPad, это все не наше, это мы все привнесли. То есть мы и не можем объективно быть националистами, в прямом смысле слова, потому что, ну, допустим, какие-нибудь снобы французы, снобы итальянцы могут претендовать, потому что, да, они, унитарное государство, они мононациональное, так сложилось, что они мононациональное государство. У них один фактически главный доминирующий, полностью доминирующий этнос, они формировались не как империя, не как империя. Это мы же сразу формировались не интенсивно, а экстенсивно. Мы не углублялись, мы захватывали, отчасти вынуждены, да, потому что здесь, значит, крымский хан, значит, набеги совершает, надо чего-то с ним делать, потому что невозможно постоянно обороняться, и лучше один раз захватить. Ну, по-разному, где-то мы, в Польше мы пошли совершенно неадекватно, просто потому что вот хотелось распространять везде все, да, был идиотический план у Екатерины Константинополь захватить, да, еще 200 тысяч русских мальчиков положить. То есть по-разному было, но так или иначе. Тем не менее, в Италии, во Франции все это мононационально, у нас нет, у нас объективнее сложилось мононациональное государство, и это отчасти трагедия, да, то есть, конечно, удобнее было бы жить в таком государстве, где все моно, монолитно, едино, и так далее, и так далее. У нас так не сложилось, потому что у нас, кто такие русские, конечно, не славяне, это славяне, плюс у графины, все смешано, а чуть еще отсюда немцы пришли, да, отсюда в поляки, здесь субстракт еще татарский, и все это вместе. Вот же в чем трагедия. То есть это неплохо, нехорошо, но это так. Это очень непросто, это очень непростая структура. Правящий класс у нас был сначала из Швеции, Рюриковичи, потом Романовы, это уже пруссаки, так ты знаешь, предок Романовых из пруссов, кстати, как и предок Кутузова. И с 1762 года Петр III, Гольдштейн, Год Торфской династии, чистые, мелкие, помецкие, немецкие, но правда очень древние, весь аристократы и мелкие монархи, князья. То есть ситуация в том, что у нас настолько все перемешано, религии, религии какие древние, что-то из Индостана, что-то из Скандинавии, вот это первые наши религии, которые были на этой территории. Затем древняя иудейская секта, которая через Византию к нам пришла, затем уже религия, религия коммунистическая, большевистская, то есть это Маркс, Энгельс, Ленин, Каутики, Сен-Симон, Граг, Бобёв и так далее, и так далее. Все это вместе, тут Парижская коммуна, тут Нормандий, Неман. Объективно у нас предпосылок для чистого, роскошного, дистиллированного национализма нет ни биологических, ни социально-экономических и визуальных. То есть, ну, например, как мы можем говорить о нашей, так сказать, диком превосходстве нашей немецко-фашистской расы, когда у нас Кремль, Кремль, да, это же не как замок Гаганцелернов, да, как у пруссаков. У нас же Кремль строили итальянцы, по итальянским всем лекалам, приезжаешь в Милан, Кастелло-Сфорцеско, удивляешься, то ли у тебя что-то уже надо отдыхать, то ли что. Стоит Кремль, как живой, просто как живой Кремль. Ну, просто он, благодаря тому, что там уже музей, и можно отдыхать и покушать, он не представляет собой такого ужаса, как у нас, он не ассоциируется с полицейским государством, не ассоциируется. Ну, вот стоит музей, в Верону приезжаешь, в Верону опять Московский Кремль, везде в Италии Московский Кремль, потому что это все строили фрязины, да, фрязины все, что фрязины на Руси, это любой итальянец так называли, фрязины, оливизы новые, старые, расстрелянные оливизы. А Петербург вообще строили европейцы? Так я же тебе говорю, что все расстреляны, и, то есть, невозможно, совершенно невозможно отделить одно от другого. При этом, при этом, мы все понимаем, что и не надо, вот здесь сейчас со многими поссорюсь, и со многими очень хорошими, близкими, так сказать, приятелями по деятельности и правозащитной и так далее, потому что у них есть, знаешь, вот такая местечковая саркова головного мозга. Вроде везде все потрясающе, но умнейшие люди, замечательные, просвещенные все, а вот в каком-то моменте саркова головного мозга, розовые очки надевают. И это, кстати говоря, проблема не их, это проблема за 200, за 250 лет, начиная с Руссо, мы вляпались в одну очень, такую медаль, медаль о двух сторонах. Это называется понятие, прежде всего, что все одинаковые, не равны перед законом, подчеркиваю, то, что равны перед законом, это такая штука, замечательная, а одинаковые. Вот это большая ахинея, мы все не одинаковые. И в рамках вариабельности, в рамках изменчивости головного мозга, это термин медицинский, пусть люди физиологические, пусть посмотрят, что это такое, и в рамках того, что у нас много всего разного, внешне, внутренне, мы все разные, в разных культурах. А те группы людей, которые веками, тысячелетиями живут в разных, изначально будучи в разных расах, этносах, в разных географиях, с разными традициями, а ведь мы понимаем, что есть север-юг, и то, что на юге есть определенные, скажем так, ну там две-три, но одна главная, очень мощная, если взять Северную Африку и средние, так сказать, ближние, средневосточные страны, ближневосточные, и наши частично Северный Кавказ и бывший Советской Азии, да, есть одна религия, которая сформулировала юридически, потому что для них это теократическое государство фактически везде все, да, она юридически сформулировала архаичные законы цивилизации, бытия, которые сейчас для них неизменны, понимаешь, на протяжении веков. Мы здесь туда-сюда, то возрождение, то, значит, реформация, то прогресс, то регресс, так сказать, масса всего было. У них эта структура, она как бы вот застывшая стоит, да, и сейчас, когда мы совершили такую антологическую, логическую ошибку, но не мы, как сказать, в Европе, и это благодаря нашим замечательным коллегам Левакам, которым Тамбовский Волк коллега, да, совершили ошибку, что они позволили фактически оккупацию одной цивилизации другой, то есть не культурную замечательную экспансию. Приехал артист, ученый, я сам заплачу за билет, сам человек не знает в городе, как ориентироваться, провожу, мне интересно от него узнать, что это новое, что я не знаю, почувствовать что-то, если он потрясающий, он хочет помочь, помочь, так сказать, он хочет влиться, понять нашу цивилизацию, хочет сам что-то привнести, пожалуйста, сам помогу, мой долг как человека, но определенная конкретная цивилизация, я не могу ее назвать, мы все понимаем, что это за цивилизация, потому что мы в эфире, мы в своей стране не можем говорить, что хотим, да, и в Европе не можем говорить, что хотим, сами себя загнали в юридический угол, да, она не желает, она не желает инкорпорироваться, понимаешь, но не желает, это уже проверено на практике, еще в 60-е, 70-е годы можно было бы надеяться, но вот это что, так сказать, все будет объективно, да ничего подобного, не будет этого, и мы уже сейчас это все, например, Парижа, Лондона и Москвы, уже Москвы, все видим, то есть я так обиняками, я вынужден вокруг вот этой чашки, да, ходить вокруг да около, но я иначе не могу. Жень, ну твои, да, твои тропинки видны, так что продолжай. Мои тропинки видны? Топинка, это как поэтичная тропинка, есть песня замечательная, и танго, и танго испанское, каменито, тропинка, дивная, дивная, но неважно, это лирическое отступление, то есть представь себе, что если раньше, долгие тысячелетия мир жил с военными, границами военными, так сказать, вот есть линия фронта, и поэтому мы могли сформулировать свою цивилизацию, французы, немцы, англичане, русские, формулировали свои великие цивилизации, поэтому у нас есть Мире и Матье, у нас есть отдельно от Мире и Матье Вагнер, Вагнер не похож на Верди, Верди ненавидит Вагнера, Вагнер не на Верди, при этом они безумно уважают, они понимают, что это грандиозные люди, понимаешь, умер Вагнер, Верди говорит, что сегодня умер величайший композитор современности, понимаешь, но они разные, потому что есть вот это вот различие, есть границы, сегодня, когда этой границы нет, ну, ясно, что объективно нет в Европе, потому что Европа, она, мы друг друга уважаем, немцев и итальянцев, итальянцы, немцев и французов, все друга уважают, и понимают просто, это разница стилистики, но это одни и те же принципы, законы, эстетика, все одинаковые, и есть те, кто презирают, ненавидят и считают более того неверными и Верди, и Вагнер. И когда мы пускаем не одного-двух исключительных, которые хотят, хотят инкорпорироваться в нашу культуру, а пускаем миллионы, которые не хотят инкорпорироваться, которые не понимают, что это наши штучки, игрушки, толерантность. Толерантность — величайшее изобретение человечества, потому что это уважение к человеку, к личности, но если личность, вообще понятие древнегреческое, античное, почитай, Лосева, да, рождение личности, это, и толерантность личности, это все понятие нашей, это игрушки западной цивилизации, это в прямом смысле игрушки. Не собирается вас только в эти игрушки играть, и никогда не будет в них играть, понимаешь? То есть никогда это в обозримом тобой, мной и, так сказать, твоими многочисленными детьми от разных, так сказать, православных людей, детьми. Все сказал, нет? Да, нет, ну потому что, понимаешь, ты же получаешь удовольствие от жизни, не стесняешься этого, а мне высказываешь, что я тоже получаю. Вот я тебе в пандан, так сказать. То есть, я еще раз повторяю, я пытаюсь, видишь, обвиняками, обвиняками, иначе чтобы не схватили за руку, потому что мы живем в страшное время. То есть я пытаюсь объяснить, что надо быть реалистами. И все цивилизации очень разные. И есть элемент такой, что даже ниже уровень цивилизации, ниже уровень развития, он, как правило, энергетически агрессивнее, сильнее, мощнее, чем более рафинированный. Это как, ребят, пацаны во дворе, воспитанные во дворе, да, и что это рафинированный со скрипочкой интеллигентик или с книжечкой «Маменькин сынок». Естественно, они будут сильнее. Не интеллектуально, они эволюционно могут быть даже... Но еще есть технологии, которые у интеллигентишки есть в кармане, понимаешь? Именно, если интеллигентишка, значит, вот у него технология, у него есть, допустим, так, и говорит, ой, сейчас на него нападут эти бандиты. Он звонит по телефону, алло, дядь милиционер, это разделение профессии, это цивилизация, слушай, вот тут нападут бандиты. И дядь милиционер едет. Или, допустим, берет, ага, они с кастетами, они сейчас его порежут, он умрет, а он достает пистолетик и стреляет, а у них пистолета нет. Но мы же сами, мы же сами, кто изобрели самолеты, ведь пойми, что я не хочу врать, скрывать и играть, что да, западная цивилизация изобрела и мобильники, и самолеты, и машины, именно западные. И не надо пытаться, ой, ну как бы мы, да, но на самом деле ведь это все могут, ну все, ну пусть все тогда изобретают, если все могут, да. Ну не успели, кто не успел, тот опоздал. Но мы же все это раздали, мы же все им подарили. Хорошо, но вот Япония, она вписывается в западную цивилизацию. У нас уже нет, Япония вписывается в цивилизацию, понимаешь? У японцев нет террористов. И японцы даже, так сказать, придумали определенный, как ты знаешь, я не говорю в эфире, законы по недопущению распространения терроризма на японской территории. Поэтому я считаю, что уж если мы... Я же не расист, господи боже, я же не расист, товарищ, я же член. Член независимого совета по правам человека, я не имею права быть расистом, у меня на визитке написано, что я не имею права быть расистом. То есть, я же, моя визитка не врет. Пожалуйста, я не расист, то есть, я что, я против азиатов, вот японцы есть. Пусть все, это вот с этого малюсеньких там, с этой фигни с островов, пусть они все переедут к нам в Россию. Мы даже, я бы, например, если бы я стал президентом, я бы дал кусок какой-нибудь большой, дал России, которая в нашей России не заселена никем. То есть, она заселяет сейчас, но черт знает, кем заселяется постепенно. Надо же приличных людей пускать, у которых есть роботы, которые сами привносят в цивилизацию что-то, у которых велика литература, у которых есть Юкио Миссима. Юкио Миссима — это гениальнейший писатель, драматург 20 века. Я ставил его на театре, да, в пьесу «Немецкую сагу» и так далее, и так далее. А китайцы еще не нравятся. Но, кстати, Юкио Миссима, да, Япония — это часть цивилизации мировой, европейской. Кто такой Юкио Миссима? Его называли японский Оскар Уальд. Его любимый автор — Томас Манн, немец. Он знал языки, он дирижировал, он был драматург, режиссер, дирижер, актер. Он дирижировал европейской музыкой, при этом являлся японским националистом. Вот такой парадокс. Понимаешь? Но это в человеке все вместе живет, потому что человек, он широк, и человек цивилизованный, в нем всего много. А человек не цивилизованный, ему все мало. Он видит, говорит, ага, так, ты, значит, нашу священную княженцу не читаешь в пыльной пустыне, значит, тебя надо тротилом убить. Вот кто такой дикарь. А есть человек, который и Томас Манн знает, и является японским националистом. Вот такие люди нам нужны, я их себе в квартиру пустили, пожалуйста. А китайцев? Китайцы хорошие люди, когда они живут в большинстве своем в Китае. Там какие-то еще вопросы есть, да? Чем отличается национализм в России от национализма в Европе? Вот берем ту же Мари Ля Пен, которая сейчас побеждает в Провансе на региональных выборах, что, в общем, совершенно парадокс для Франции. Ну, Провансе это не парадокс, там как раз нормально. Нет, вообще для Франции, чтобы, как он называется, национальный фронт, да, национальный фронт Мари Ли Пена, раньше ее отца, побеждал на выборах, собственно говоря, это, конечно. Начали с 16% несколько лет назад. Да, да, да. И многие говорят, что, в общем, эта история может повториться и в других регионах Франции. Она повторится точно. И при выборе в национальное собрание уже в наш парламент, ну, как парламент, да, Франции. Надо быть откровенным. Опять я сейчас лишусь огромного количества своих, так сказать, коллег и знакомых. Надо быть откровенным. Европа гибнет, но не в том плане, что она, как ее там, загнивает, как нам учили в прессовке. Она никогда не загнивала, никогда не будет загнивать с точки зрения нравственности, экономики. Это лучшее, что есть в мире, но с точки зрения вот этой вот слишком хорошести, она очень хорошая, слишком добрая стала, слишком инфантильная, и она допустила в себя сам, знаешь, кого. Париж тратит полмиллиарда евро, а Рим 200 миллионов евро только на тех нелегалов, которые соизволили подать бумажку прошения на получение соцспособий. Они их уже получают, потому что они ждут решения по этой бумажке. Понимаешь, сейчас, знаешь, это скандал. Одна какая-то самка выронила квиток, где написано, что она вот такая-такая, аль-хам-хам-хам-хам, оттуда приехала, нарожала четырех детей без мужа. Вот, кстати, их валеная нравственность, да, там духовность, духовные скрепы их восточные. Четырех детей нарожала без мужа, на них получает пособие. Чем больше детей, тем больше пособия. Нигде не работает. И, кстати, не собираются им давать французские имена. И какие тысячи евро она получает. Там был скандал во Франции, потому что, естественно, когда французы, которые работают и тянут и себя рвут жилу, эти копейки отдают тем, кто не работает и не уважает культуру их. Понимаешь? Конечно, будет скандал. И, конечно, Марию Липен будет иметь больше процентов. Постепенно. Но я думаю, что произошла трагедия. Объясню, почему. Они же рожают в геометрической прогрессии. Плюс поступают эти. И их не выгоняют. Ну, послушай, есть пример Саудовской Аравии. Поэтому, пример Саудовской Аравии, давай мы оставим для нефтегазового клуба. Так вот, смотри. Они рожают. И уже имеют... Что ты для нефтегазового клуба? Они уже имеют... Я не составил я нищий. Значит, они имеют уже возможность голосовать. Те, кто в первом-втором поколении. А сейчас еще социологи, негодяи. Этот олянд, так сказать, нейрофизиологии Кузнечика. Он еще хочет им дать избирательные права. Два избирательные права. То есть, Мария Липен могла бы победить среди французов. Но среди нефранцузов она не может победить. Поэтому, то ли будет вой... То есть, будут взрывы. Будет увеличение терроризма. Параллельно будет увеличение... Там будет 20, 25, 30, 35. Порог 35% получат липеновские и окололипеновские партии. И дальше либо война, либо все-таки Европа погибнет. Вот два варианта. То есть, крайне правый Липен, это не очень хорошо. И я понимаю, что это не очень хорошо. Но это единственное сейчас лекарство, возможно, в Европе от всего вот этого. То есть, если... Меня ставят иногда... У нас любят штампы там и клеймы наклеивать. Говорят, что я либерал. Я либерал в плане экономики. Я считаю, что должен есть тот, кто работает. И надо отпускать цены. И должна быть рыночная экономика. Но я не либерал. Я же не имбецил, чтобы думать, что если ты напустил к себе в тыл миллионы тех, с кем сражался веками, то у тебя будет рай и лафа. Но не будет же этого, понимаешь? Это уже доказано, что не будет. Поэтому здесь я исправлю. Жень, ну я вот хочу все-таки немножко, так сказать, поправить. Но по поводу Саудовской Аравии я имел в виду, естественно, нефтяной клуб. А то, каким образом были высланы незаконные мигранты. Вот вчера только пришла информация, что последние 60 тысяч были, так сказать, депортированы. То есть, при необходимости и жесткости власти это возможно. Ты путаешь две большие разницы. Саудовская Аравия не Европа. Там как раз они себя ведут молодцы, ребята. А мы сегодня как, не скажу, кто в эфире. Это просто ремарка. Значит, по поводу следующего. Мне кажется, что ты тоже немножко недооцениваешь, как ты выразил, скультурные скрепы в данном случае уже Франции. Поскольку не единожды я, например, встречал действительно людей, которые приехали из других стран, в том числе из Северной Африки, и которые очень гармонично... Я тебя буду сейчас перебивать как хам. Я тоже встречал. Они достаточно интегрированы по Франции, они знают языки, они живут светской, конечно же, светской французской жизнью. Их сколько человек? Я не знаю, я не проводил славистику. Посмотри-ка, вот есть такое понятие, если мы говорим не как две бабушки на лавочке, это нас ждет впереди старость. Мы пока не бабушки на лавочке, мы говорим научно, есть процент. Если есть 10 миллионов, и есть 10 тысяч. 10 тысяч — это исключение, которое всегда были, всегда будут. Исключение — это то, что подтверждает правила. Я сейчас с того начал, что я за, я плачу деньги за диски музыкантов, певцов, иммигрантов, не иммигрантов из любого континента. Я иду на концерты, я, пожалуйста, смотрю, как бегают там, даже без обуви, без обуви побеждают на олимпийских соревнованиях. Понимаешь, потому что они привыкли бегать без обуви. Все, это замечательно, я только за. Но я же не могу не видеть того, что когда я приезжаю в Париж, ну прости меня, но я же должен постоянно вот так держать, где что, где кошелек, где что. На Монмартле пройти невозможно, просто невозможно. Я в 16-м арендисмане Парижа, 16-й арендисман, ты знаешь, это самый элитный район Парижа, где негласно есть такое правило не сдавать квартиры сам знаешь кому. Почему? И 4 часа дня, не сейчас, года 4, ну 3-4 назад, я отбивал школьника, идущего из школы с портфелем, отбивал от араба, который на него молодой, пацан араб, потому что напал, ну просто физически вот напал, стал отнимать и бить и так. Или на Елисейских полях, я это описывал даже в книжке, идет африканец, я не расист, я просто объясняю тебе, что когда миллионы неконтролируемых, да, это трагедия. Идет и бьет палкой, у него какая-то клюка, хотя он не кровавая, палкой бьет по капотам машин. Стоит полицейский, смотрит себе в ботинки. Почему он смотрит в ботинки? Потому что тот на него мгновенно, даже если он нелегал, напишет, что он его, значит, остановил, потому что он расист. Они же с ума уже сошли на этом. Уже надо защищать права теперь белых, просто защищать, потому что он бьет этот африканец по капотам, и водители ничего не могут сделать, и мент стоит. Я подхожу к полицейскому, я говорю, месье, вы сумасшедший, посмотрите, что происходит. Идите, ну вот, вот и так далее. И мне тогда Мишель Деги сказал, это поэт французский, он говорит, Жену, понимаете, ну они же сразу пойдут, напишут заявление, потом докажут, что ты не расист и так далее. Это же абсолютно, абсолютно уже клиника, это безумие, абсолютное безумие. Это, кстати говоря, вот это расизм. То есть, получается, что опять, опять негры подавлены в правах, да, то есть к ним стараются не применять законы. А это есть поражение в правах. Их опять отличают от белых. Я считаю, что нарушил, неважно кто, прилетел с Марса, нарушил закон, должен сидеть в тюрьме. Прилетел с Марса, ведет себя хорошо. Я не расист и не националист. Я всегда говорю, учи интернет, у меня была, значит, беседа с нациками, с русскими нациками. Правда, все русские нацики почему-то, так сказать, похожи на хор-синагоги. На РБК, значит, я их там, соответственно, разгромил, они покинули в спешке зал. И в том числе, в том числе, я им говорю, пожалуйста, пусть прилетят инопланетяне, если они уважают русские наши законы, почему им здесь не жить? Если они так же живут, так же одеваются, так же говорят, культуру нас уважают, если они чем не отличаются. Мне-то, как кажется, кто они там покровили, и вообще у них, так сказать, нет кровеносности, мне плевать на это. Если даже роботы будут замечательные, интеллигентные роботы, будут со мной про Магомаева и Шульженко говорить. Какая мне разница, с кем говорить? С людьми-то не всегда про Шульженко поговорить, сейчас уже такое поколение пошло. То есть, все очень просто, и не надо играть. А в России, в России национализм был всегда маргинальный. В 90-е годы, ну, были какие-то эти, ходили черненькие повязки, там висел портрет Гитлера. Ну, 20 человек в подвале сидят, в 90-е годы, в 2000-е сидели, смотрели портрет Гитлера. Ну, черт, пусть они молятся на Гитлера, может быть, даже дрочат и кончают. Какая нам разница? Это абсолютно безопасно. Это постолька, когда на государственном уровне, а у нас этого не было никогда. Но сейчас, когда государство, эти коррупционеры, эти негодяи допустили миллионы неконтролируемых из определенных... Это не французы, это не англичане. Есть конкретные регионы азиатские, которые допущены бесконтрольно, и визы не вводятся. То есть, почему, минуточку, а что это за неуважение к Азии? Почему с Франции есть визы, а с Азии нет? Они что, хуже Франции? Это опять неуважение. Я считаю, надо уважать всех одинаково. Но это не выгодно, потому что наши славянские негодяи имеют с них деньгу, чтобы купить виллу в Майами. И власть сегодня приводит... Я уверен, что власть, режим сегодняшний приведет к власти националистов в России, крайних националистов. Я на 300% говорю, что здесь будут националисты в власти. И это будет страшнее, а не будет страшнее, чем эти коррупционеры. Потому что коррупционеры, они лицемеры и лжецы. Они там стоят в церкви со свечками, да? Они лгут, они не верят в это. Это нормальные наши советские негодяи, лицемеры. А вот эти, там много сумасшедших, которые действительно могут устроить здесь такую, так сказать, духовность, что мало не покажут, что костры будут гореть. Я же с ними общался. Они же действительно неофиты по-сумасшедшему. И, причем, тоже есть. Националисты есть разные. Есть националисты, которые просто любят русских людей. А есть националисты-имперцы. А что такое имперцы? Они хотят восстановить границы российской и больше, чем Российской империи Советского Союза. Это значит, еще нужно положить там 500 тысяч, 2 миллиона русских мальчиков. Еще опять за них безумные идеи. Я попросил товарища Поткина, он же Белов, да, то есть у него фамилия Поткин, а значит, он назвал себя красиво Беловым. Значит, ему и кажется, что Поткин не очень хорошо для русского националиста. Я говорю, ну, вот НРБК, вот карта, возьми фломастер, вот нарисуйте. То есть я попросил, там был Демушкин и Поткин. Демушкин так посмотрел на карту и понял, что лучше рисовать Поткину. А Поткин, значит, обвел какое-то что-то в виде яйца. Там все вместе с Царьградом, Константинополем, что-то там от Японии, что-то от Китая. В общем, такое, то есть это еще минимум 100 лет надо класть в жизни русских мальчиков. Не дай бог придут к власти имперцы. Это полный будет обзор. Вот это будет все. Это будет хуже, это будет лечение хуже, чем болезнь. Но сегодня, при том, что либералы, многие мои коллеги ведут себя как на букву Б, когда в Бирилево, допустим, там же гетто, там люди европейцы просто ходить уже по улицам не могут. Это гетто превратилось. И действительно, кто пытался помочь? Да, нацики, да, плохие нацики пытались помочь, потому что коррумпированные власти чиновники и наши на букву Б либералы. И здесь, конечно, нацики здесь умнее, хитрее и честнее одновременно и честнее, потому что они делают дело, помогают людям, и хитрее, потому что они, ага, вот сейчас мы, так сказать, белый пушистый, поможем людям, а потом мы им устроим, так сказать, войну за наши имперские интересы. То есть националисты бывают разные. Есть те, кто хотят благо для русских, а есть те националисты, которые хотят, так сказать, опять устроить нам это вот, то, что развалилось. То есть уже империя сдохла, она сдохла в 17-м году вместе с православием, она сдохла в 91-м году вместе с большевизмом. Сейчас мы опять строим, значит, вот опять-опять гоняем вместе со сталинизмом православие все это вместе, уже абсолютный, так сказать, трагикомический симбиоз, и все это рухнет, и все это рухнет скоро. То есть я считаю, что Кремль, на самом деле, он подорвался раньше, чем на нефти на национальном вопросе. И если, когда вот рухнул бы нефть и газ, у нас 40% бюджета это газ, извините, а вон нас уже кидают замечательные братья-славяне по газу, уже не хотят покупать у нас, а в Европе везде стоят уже солнечные батареи, плевать они хотели на наши источники энергии отсталой. Так вот, Кремль погорит раньше на национальном вопросе. Если раньше, возможно, было еще верхушечный переворот, в который я верил, ну может быть, да, ведь у нас все в России происходило в основном в 18 веке, да и в 20-м, и вот в 90-е годы все верхушечный переворот, и в 91-м году тоже верхушечный переворот. Почему не было гражданской войны? Почему не было войны? Это потрясающе. Потому что элиты просто решили, так сказать, ну все там украли, а здесь перевели в собственность. Комсорги перевели то, что было в государственной собственности временно, они перевели в частную собственность, да. Подло. Это воровство, воровство, но не было гражданской войны. И вот эти плохие Ельцин, Чубайс и Гайдар, особенно гений Гайдар, если бы они все не отпустили, была бы война миллионного крови. А сейчас они будут. Потому что довели до такой ситуации, что не воспользовались достижениями 90-х годов, не воспользовались достижениями рыночной экономики, не воспользовались достижениями того, что несколько лет была высокая цена на нефть. Вот нужно было поднимать русский народ, экономику, хозяйство и культуру. Нет, все распилили, все увезли на Запад. Молодцы, хорошо, вот они патриоты наши православные. И теперь вот смотрите, что происходит. Почему невозможен верхушечный переворот? Потому что если бы был вопрос только в деньгах, нефть, газ упал, деньги, значит надо менять верхушку. Нет, теперь есть момент того, что у нас миллионы живут и будут жить, миллионы наших замечательных, не скажу кого из каких регионов, со своей, так сказать, ментальностью, со своей цивилизацией, со своими духовными скрепами в тротиловом эквиваленте и так далее, и так далее. И вот здесь уже будет война всех против всех. То есть не только социальные классовые нищета и антагонизм, но этнический национализм. И учти, когда нищие русские люди объединятся с безумными имперсами. — Жень, ну остановись на секундочку. Давай, ну ты как этот самый Ленин на броневике. Дай немножко вопрос-то задать. — Правильно, так это на меня влияет Ленинград. — Ленинград, да. Ну все-таки давай, приостановись немножко. Вот в том, что ты говоришь, нельзя путать все в одну большую-большую вот такую мешанину. — К сожалению, в истории все так и есть. И когда начнется заварушка, ты поймешь, что вот то, что я сейчас тебе наигрывал, показывал, вот ровно так, вот ровно сметая один смысл другим смыслом, нагнетая, все так и будет. — Скажи, существует ли на твой взгляд, существуют ли сегодня способы регулирования процессов миграции? — Они всегда существовали, всегда будут существовать, и не хотят применять. Потому что им, тем, кто у власти, которые пилят, распиливают и увозят на Запад, им это не выгодно. — Ну какие пути решения? Какие вот ты предлагаешь пути решения? — Элементарно визы ввести, визы. Но опять-таки, если вводить визы, надо это исполнять. Понимаешь, потому что всегда можно, коррупционер найдет лазейку. — Давай, отвечу на визы тебе. — Отвечай на визы. — Визы можно ввести, но есть нюанс. Сама территория границы, она не обустроена. И чтобы это сделать, обустроить эту границу, необходим достаточно продолжительный период времени, который мы встретили. — Непродолжительный, да. Его нету, его нету. — Ну смотри, сколько с Мексикой Соединенные Штаты выстраивают отношения, что они только там не делали. — Мы же построили, в итоге стену построили. — Но это не меньше. На это уйдут десятилетия, просто чтобы обустроить. Я про деньги сейчас не говорю. То есть ты ввел визовое пространство, ввел визы, загранпаспорта, все. Но они взяли, обошли эти визы десятью километрами вбок и с таким же успехом приехали. — Все равно сложнее. Поверь мне, технически гораздо сложнее. — Ну как? — Это первое. Второе. Не только визы там. — Ну сложнее, но невозможно. Чего они десять километров в одну сторону, в другую? Какая разница? — Смотри, это не только виза, не только постепенность строительства того, чего нужно. Это еще и здесь, на местах такое доброе законодательство, что иностранец, обязан иностранец получать денег больше за работу, чем русский. То есть, если у нас нет специалиста, вот не выучили мы, дикари, не выучили специалиста высокой технологии, и мы закупаем его на западе, на востоке, в Азии, где угодно. У нас же в Азии огромное количество нобельских лауреатов, да? Нам нужно закупить специалиста. И он обязан получать... — Даже футбольного тренера. Проще что? — Футбольного тренера. Он обязан получать больше, чем русский. Пусть работодатель докажет, что он нам необходим, и пусть он получает больше, чем русский Ванька. Я за это голосую. Пусть он получает больше, чем я. Действительно такое есть во Франции. И не только во Франции есть такое, и в Японии надо практиковать. Хорошо, но мы сейчас о другом говорим. Мы же говорим не о тренингах, мы говорим о гастробайтерах. Я сейчас затрону очень важную проблему, только ты пока послушай, а то я и сам все испорчу, и ты испортишь, и мы налетим на все статьи. Нет, я тебе этого не обещаю. И мы налетим на все статьи, смотри. Я тебе не обещаю. Значит, есть еще одна проблема северного, понимаешь, чего, да? Завоза? Вот именно что завоза, да. Северного, так сказать. И кто-то кричит, обнести колючей проволокой, отделить, потому что Россия кормит северный, так сказать. Вся Россия маленькая, они же потом приезжают сюда с автоматами и на Бентли. Да, если бы можно было бы безболезненно отделить северный от России, я бы сбил с ног и по спинкам, по спинам, по хребтам Нациков и Жириновского, и у всех лично пробежал бы ботинками итальянцами по ним и сам бы ставил кирпичики выстраивать. Понимаешь? Но я понимаю, что не завтра, а в тот день, когда мы отделим, дадим полную, так сказать, свободу жизнедеятельности и перекроем федеральный бюджет, завтра, то есть в этот день, ну, в течение двух часов они перережут друг друга кланово-родовая ненависть, поскольку у них там все кланы и рода, или роды, в общем, все кланы. Через четыре часа они перережут оставшихся, так сказать, русских, и к вечеру будет халифат. К вечеру, не завтра, будет к вечеру. Ну и это не самое главное. Самое главное, это что, тогда туда придут те, кто до этого туда по каким-то причинам не мог прийти. И это будет как раз уже реальная опасность для территории России. Так я же тебе про это говорю, что у нас под Врюшей будет полная... То есть у нас и так там здорово. И так идет в одной части Северного гражданской войны, а в другой стороне через два часа будет она. Вот, но это... При этом смотри, я член, у меня на визитке Независимый Совет Паром Человек, я не имею права. Я считаю, что нельзя... Вот говорят там, перестаньте кормить Северный этот самый, не давайте федеральные миллиарды, миллиарды бюджета федерального в эту дивную республику. Я считаю, что не давать воровать и распиливать наши деньги, это расизм. Я не расист, это расизм. Поэтому, значит, мой рецепт... Вот сейчас без юмора, я просто... Почему я не могу без юмора, если я без юмора, я возьму автомат и всех перестреляю. Поэтому только с юмором могу. Так вот, смотри... Ты автомат, это неспоставимые вещи. Ты меня не видел ночью. Слава богу. Да, да, да. Но ты тоже верующий. С автоматом я тебя не вижу даже нею. Но я-то, слава богу, атеист, поэтому хорошо. То есть, ну ты можешь даже взять воображение, представь. Видишь ли, дорогой Лушников, вот мое решение, такое реалистическое проблема. Есть ведь диаспора. Богатая часть любой диаспоры хочет чего? Любой диаспора. Хочет одеваться в Милане на Виа Монте Наполеона. Они хотят ездить на Бентли, на Порше, на Мерсах, на Бензе, на всем, чем угодно. Да, потому что у них же там в духовных странах этого не производят. И в нашей духовной стране тоже не. Там, где много духовности, таких вещей не производят. Они хотят есть французский сыр, хотят смотреть американские дебильные боевики. Они всего этого хотят. И надо им сказать, ребята, вы поймите, что если вы хотите вот так жрать и вот так кататься, значит, вот вы своих маргиналов, на которых вы зарабатываете, благодаря тому, что наши коррупционеры, вот вы их сами контролируете, иначе придут наши психи, наши психи, и перережут всех, и у вас отнимут ваши, так сказать, мерседесы и так далее. То есть пусть эти, я не расист, пусть эти имеют мерседесы, но главное, чтобы они держали своих же. То есть условно. Ну, наши психики туда уже приходили. И в 94-м, и чуть попозже. Это не психики, это был детский сад. И потом мы же предали, мы предали собственную армию. Мы же кинули их. Только я не могу об этом эфире, в эфире говорить. Русские люди предали русских солдат. Я не хочу об этом говорить в эфире. Так вот, смотри, значит, что нужно сделать. Ну, допустим, наш МВД, Вишни, работает. ФСБ, ФСБ чем занимается? ФСБ занимается тем, что за нами с тобой следит. Вот, это очень страшная трагедия, проблема для государства, опасность дикая. А спокойно мой грузовик с террористами могут пропустить. Потому что с ними же сложнее сражаться, их сложнее, так сказать, опаснее. Вы все-таки, товарищ Панасенков, рисуете такими мазками, что такие мазки, знаете... Я люблю Ренуара. Я люблю Ренуара. Они все-таки к действительности более как... Да, я договорю, более да. Не туда, не туда. Ну, не туда. Кто у нас? А кто судья, кто? Ты судья? Где у тебя судейский молоточек? Вот будет молоточек, когда судей. То есть, выехала девушка, милая девушка, из какого-нибудь там горного, или не горного, или нет, и вообще, и вышла девушка из сирени, очаровательная. Выехала в направлении, ну, выехала сюда, вот сюда. Ясно, что... Ну, скорее всего, потому что я много раз был в Эрмитаже и в Третьяковской галивее, я чего-то этих ни гастарбайтеров, ни наших, из Северного, что-то я не видел там очень. Я видел, как они выходят с определенными, так сказать, из клубов, из торговых центров, а вот из Третьяковок я не видел, чтобы они выходят. Ну, неважно. И вот эти на Мерседесах диаспора боссы узнали, а там же, вот очень просто узнать, это же все родня, что девушка милая выехала и направляется, ясно, что не в Третьяковку. Так, ее сами останавливают эти же ребята, там их подручник говорит, «Так, милочка, вот, куда едем, зачем едем?» Ну, смотри-ка, вот, видишь ли, у нас там свое дело, у них тут свое, у них тут, понимаешь, Нобелевский лауреат, у них есть машины, типа прогресс, все это бездуховность, это мерзко, но вот у них тут так. Это омерзительно, это скотство, это гадостно, но у них здесь, понимаешь, вот такая литература, вот такие штучки. Поэтому, давай, сердешное, плащик раздвигаем, тротил снимаем, тротил оставляем, вот тебе Тургенев, иди читай, отдыхай, все. Понимаешь, и тогда, и тогда все будет хорошо. То есть они сами должны, и тогда, я не считаю, что прекратить распил бюджета – это расизм. Поэтому пусть они вот так сердешными, сами воспитательную проводят работу. Это будет все в мире в гармонии, я же за мир во всем мире. Хорошо. Как ты понимаешь, переводя с твоего языка на русский, я правильно ли тебя понимаю, что ты предлагаешь в определенных республиках создать, территории, где будут действовать другие, более жесткие, чем на территории Российской Федерации, классической территории Российской Федерации, законы, более жесткие, которые будут действовать исключительно на этих территориях. И, собственно говоря, сами территории будут обеспечивать внутри себя жесткий порядок, и не давать возможности выходить каким-то на территорию значит, тут не скажешь на Россию, да, ну там Краснодарский край, Ставропольский край, чего-либо. Правильно я тебя понимаю? Ты знаешь, у меня что-то, это вот, сегодня я просто застудил уши там на Невском гулял, я не, потому что ты такие вещи сказал, другие законы в рамках Российской Федерации, разные законы, я что-то, не все расслышал, понимаешь, я не все расслышал, вот я тебе скажу, как я считаю. Ну ты уже только что сказал. Нет, я об этом не мог сказать, потому что я такого не мог сказать. Ты считаешь, как правило, до 10. Я такого никогда не мог сказать. Я сказал, что, видишь, как, законы, к сожалению, мы не можем сделать разные, потому что у нас есть... Почему? Почему можем? Ну как, не, обожди, скучку, у нас есть примеры этого. Это не либерально, ну это не... Ну почему у нас есть примеры такого? Что ты? Ну, смотри, ну, то есть, ну, конечно, ну я не хочу в эфире об этом говорить. Я тебе говорил о чем? Что без всякого закона диаспора хочет жить, умеет вертеться. Диаспора пришла по своим, они живут по своим законам, вот пусть по своим законам и разбираются со своими маргиналами. Понимаешь? А какой здесь закон? И когда он с нее тротил, снимает, это можно делать без закона по одной логике. Не, Жень, ну это у тебя абсолютно какое-то идеалистическое идеалистическое восприятие. Минучка, стоп, ты меня представил как режиссера, режиссер это художник, первое. Ты меня представил как юноша молодого человека, надежда юноша питается. Да, драматурга. А ты от меня хочешь, чтобы я был тебе 70-летний, скучный, умудренный, они уже в 70 лет, они уже проиграли свою страну, о чем мы говорим. Понимаешь, нет, я считаю, что надо мечтать и надо жить в мире с людьми. То есть все люди братья, а кто не люди, тем не и не братья. Что ж, уважаемые телезрители, драматургия истории вместе с драматургом Евгением Панасенковым, который, безусловно, еще является и режиссером, и историком, но в нашей программе он, конечно же, такой демург-драматург. Демиург. Демиург, сори, да. Драматург при этом. Слово драматург здесь ключевое. Хорошо, спасибо большое, Женя, спасибо нашим телезрителям. К сожалению, время наше заканчивается, а то было бы нам о чем поговорить в дальнейшем. Ну и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok